Всем привет, друзья! Сегодня поделюсь с вами впечатлениями об очень интересной книге, которая называется «Кафе на краю земли», автор Джон П. Стрелеки. Скажу несколько слов об авторе книги. Джон Стрелеки – талантливый писатель, спикер и коуч. В 2002 году, будучи еще бизнес-консультантом, Джон с женой отправился в 9-месячное путешествие по миру. Этот опыт вдохновил его на написание первого бестселлера «Кафе на краю земли». После его ошеломительного успеха было издано еще несколько книг автора, которые стали бестселлерами. Теперь о книге. В ней рассказывается, как главный герой, работающий обычным офисным сотрудником, наконец-то получает свой долгожданный отпуск и отправляется по заранее намеченному маршруту. Но по пути получается так, что он сворачивает не туда, и спустя некоторое время главный герой понимает, что он заблудился и едет непонятно куда. Спустя много часов езды вслепую, на пути ему встречается необычное кафе, и он решает зайти в него. И тут начинают происходить странные вещи и непонятные разговоры с сотрудниками кафе. Но дальше становится только интересней. Мне книга понравилась своей добротой, простотой, легкостью. В ней раскрывается тема извечных вопросов, для чего жить, к чему стремиться, на что тратить свое время. Эта книга напоминает об этих важных вопросах, которые многие из нас боятся задать себе и честно ответить на них, так как ответ может разочаровать каждого. Но честность перед самим собой – это главное, чему мы должны научиться в этой жизни. Только тогда и только так мы сможем понять, на что мы способны и в чем наше призвание. После прочтения я еще на протяжении недели задавал себе следующие вопросы. Для чего живу? Для чего работаю? К чему стремлюсь? А ответы на эти вопросы, в свою очередь, помогают оставаться сфокусированным на своих целях и не распыляться на всякие ненужные дела и хлопоты. Так что я смело могу сказать, что ощутил на себе положительный эффект этой книги. Стало легче расставлять приоритеты и приступать к выполнению задуманных дел, так как каждый день может оказаться последним и можно просто не успеть сделать что-то важное. За эту книгу я дал бы 7 баллов из 10, так что рекомендую вам ее к прочтению. На этом все, друзья. Читайте полезные книги. Берегите себя. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...